Всем привет! Смотрите, когда мы хотим написать какое-нибудь веб-приложение, то мы используем соответствующий веб-фреймворк. А именно, у Java мы обычно используем Spring Boot, у Elixir мы используем Phoenix, у Scala мы используем Play, у Python мы используем Django. Но что дают нам все эти фреймворки? Фреймворк это ведь у нас про что? Это про коллекцию шаблонных решений. И одно из таких шаблонных решений, которые поставляют все эти фреймворки нам, это они решают проблему веб-сервера. Они решают проблему веб-сервера за нас. И вместо того, чтобы думать о том, каким образом принимать те байты, которые придут по сети, и как их обработать в соответствии с протоколом HTTP, о нем мы чуть позже поговорим, наша задача переходит в другую плоскость. Мы начинаем решать бизнес-задачу, а не обслуживающую ее задачу. В упрощенном таком варианте наша задача это просто, когда мы используем уже готовые фреймворки, просто отдать страничку. Все. HTML-ю страничку. То есть отдать страницу по определенным правилам. В этом видео я хотел бы затронуть вот эту тему, тему веб-сервера, чтобы получить некое базовое представление о том, что, собственно, вот эти фреймворки дают нам, какую заботу они с нас снимают. Значит так, когда мы пишем веб-приложение, по большому счету, это частный случай клиента серверного приложения. То есть наш веб-сервер это представляет собой некую программу, которая готова принимать запросы от пользователей, то есть от клиентов, и отдавать этим клиентам ответы. Каким образом это происходит? Используется следующая концепция, концепция сокетов. Активно. В любом языке программирования, по большому счету, вот этот примитив сокетов, он реализован. И мы его используем для построения наших серверов. Веб-сервер это всего лишь частный случай. В чем особенности сокета? Первое, что нужно понимать, сокет это абстрактный объект, который представляет собой некую конечную точку соединения. Следует различить клиентский сервер, сокет и клиентский. Например, вот мы собираемся разрабатывать веб-приложение, то есть клиентской частью, клиентской частью, по большому счету, представляет собой веб-браузер на конкретной машине. Сервер это, собственно, та наша программа. Дальше поехали. Нам нужно вот эти два сокета каким-то образом соединить. Они должны знать о друг друге. Они должны каким-то образом коммуницировать. Коммуницируют они у нас посредством сети. Как вот здесь мы видим, для взаимодействия между машинами вот на данный момент активно используется протокол TCP IP. Собственно, он нам в итоге и организует вот эту концепцию сокета. Каким образом? Как мы видим, здесь написано следующее. Эта пара определяет сокет в соответствующий адресу и порту. То есть сокет это абстракция, которая состоит из двух составляющих. это IP-адрес и это некий порт. IP-адрес он определяет конкретную машину в сети. Аналогия служит конкретный дом в мире. У конкретного дома в мире есть какой-то конкретный почтовый адрес. порт. Порт это скажем так вот здесь написано целое число от нуля до 65 тысяч для протокола TCP это то место, которое резервирует ваша конкретная программа на вашем компьютере. И собственно аналогией это является квартира. То есть адрес плюс квартира это в итоге то место, в которое вы можете позвонить отправить письмо какое-то сообщение и вот по этому месту тот кто там проживает а там проживает наша конкретная программа она будет слушать но она будет слушать не абы как она поскольку мы собираемся реализовать именно веб-сервер а веб-сервер это в первую очередь протокол HTTP то есть когда к нему придет какое-то сообщение он пытается вот этот веб-сервер его разобрать пытается его разобрать по определенным правилам вот сейчас перед вами классический ну здесь ответ но запрос выглядит точно таким же образом заголовки значение и тело тело и заголовки они разделены пустой строкой и собственно вот серия вот таких вот заголовок и тело определяет определяет протокол HTTP если вы захотите реализовать свой личный веб-сервер вам нужно будет изучить абсолютно все возможные заголовки и включить их в свою программу и затем также не забыть сделать что когда ваш веб-сервер будет отдавать ответ он должен будет точно таким же образом отдавать то есть опять серию заголовок и тело обычно когда мы раз мы работаем с с этим в интернете да у нас как правило тело представлено в виде html страницы то есть обычный html код вы прямо передаете помимо заголовок но иногда бывает и джейсон и здесь точно точно так же сперва пишем заголовки и затем передаем наш джейсон все то же самое итак давайте вкратце перед тем как перейти непосредственно коду усним следующую идею идея первая если мы хотим реализовать клиент серверное приложение нам нужно реализовать две составляющие это клиента и сервера где и клиент и сервер представлен в виде неких сокетов по большому счету вернее адрес адрес этих клиентов и серверов представлен в виде сокетов а сами клиенты и серверы это просто обычные программы которые готовы принимать информацию по конкретному сокету сокет представлен в виде комбинации адреса и порта IP адреса и порта потому что современные сети они используют протокол TCP IP который собственно и определяет адрес порт адрес определяет конкретное местонахождение машины в сети порт определяет или лучше сказать засталбивает определенное место программы на компьютере у вас программ может быть множество если они имеют взаимодействие по сети вам нужно каким-то образом дополнительно разбить ваш компьютер на квартиры условные то есть вот такая концепция сокета повторюсь что сокет это абстракция которая представлена в виде адреса и порта в конечном счете по сети то у вас все равно будет представлена в виде сперва байтов а затем в виде каких-то ну там волн не знаю то есть на физическом уровне это какая-нибудь волна на компьютером уровне это эти единицы нолики а поскольку мы собираемся работать используя протокол http в конечном счете это все превратится в текстовый формат то есть какой стек получается вот наш браузер вот мы сидим в нашем браузере мы делаем http запрос это в итоге текстовый формат мы затем вот наш браузер вместе с компьютером поскольку конкретно соединением вот в этом tcp уже определенное не чисто браузер занимает а занимается еще сама операционная система все это дело у вас перегонится в байтики потом на физическом уровне в какой-нибудь полно хотя я точно не знаю как на физическом уровне это дело будет все представлено потом это дойдет у вас до конеч например до сервера если мы от клиента от браузера начали дойдет до серверной машины где эти волна преобразуется в байтики а поскольку мы реализуем веб сервер эти байтики превратятся в наш http протокол то есть http протокол это просто некое соглашение которое вот буквально представляет собой строчки текста по определенным правилам все так надеюсь кое-как здесь пояснил теперь давайте текст коду здесь я еще много болтал потому что я написал основной код уже готовый даже пробовал предварительно чтобы не тормозить сразу написать все как надо для этого я создал два проекта мастер и клиент к мастеру они очень простые то есть никаких маванов ничего здесь нет используем только стандартную библиотеку джавовскую использую я джава 11 и так и так и так и так вот мой сервер я здесь еще сразу подключил логер собственно когда вы будете все что угодно разрабатывать логирование это станет неотъемлемой частью вашей разработки так что привыкайте всегда использовать логирование ну и здесь я использую встроенный логер то решил еще показать каким образом можно сделать записывать логи сразу файл там правда запись не очень приятная но то есть надо будет сформатировать то есть вот ладно вот наш логер мейн программы теперь нам нужно сперва определить наш сервер сокет то есть ту конечную точку к которому мы будем стучаться здесь нам нужно определить только порт там где мы сервер поднимем тот адрес и будет нам лишь нужно застолбить некий порт если порт будет занят то соответственно будет фейл ничего не отработает поэтому если вы случайно заняли тот порт который занят просто укажите другой порт я еще решил сразу сделать много поточном режиме то как это делаю так или иначе абсолютно все фреймворки все веб фреймворки никто не пишет под один процесс или под один поток поскольку все мы хотим обрабатывать множество запросов одновременно использовать свои машины многоядерные по максимуму создал очень простой экзекьютор и запускаю пять тасков пять тасков телом мы сейчас напишем после того как я запущу вот эти таски в фоновом режиме чтобы это дело у меня все не останавливалось я сделал трат слеп потом сервер close то есть мне нужно мой сокет закрыть как обычно мы делаем в java всегда используем close 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 и все мы используем еще и в try кетче вот мой серверный основной код теперь давайте писать нашу логику нашу логику смотрите перед тем как начать принимать запросы и обрабатывать их нам нужно у нашего сервера сокета вызвать команду accept которая вернет нам некий сокет объект сокет назову его client сокет client сокет будет в клиенте сокета будет информация которую мы будем использовать чтобы прочитать запрос и чтобы отдать запрос это первая вещь которую нужно понять вторая вещь вот эта команда она блокирующая то есть когда вот сюда придет 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 запрос в этот поток программы тогда вот это и отработает и вернется объект пока нет запроса программа зависнет и будет ждать запроса запроса если вы работали с эрлангом или с эликсиром вот там есть у процессов receive block вот это то же самое то есть вот эта часть она просто ждет пока придет сюда запрос и как только пришел тогда будет будем обрабатывать дальше поехали вот в нашем клиенте в нашем клиенте теперь нам нужно два потока для нас важны input и output input это то что к нам пришло а что там пришло какой-то запрос от пользователя давайте его распарсим я здесь еще напишу сразу request то есть input это входящий то есть на наш сервер что-то пришло я здесь использовать буду даже input reader для этого мне нужно стандартный input обвернуть так теперь я буду использовать string builder для для формирования строки строки то есть напоминаю к нам придут байты по сокетам ходят байты а нам нужно их распарсить строки я сделаю по простому не очень эффективно с аппант и здесь то есть я по байту скачаю по большому счету совсем неэффективно ну да ладно так x ну и давайте я здесь выведу тот запрос который пришел логер будет красным цветом а это будет белым цветом чтобы явно отличить так теперь мне нужно разорваться рэспонс рэспонс давайте разберемся с рэспонсом второй поток который предоставляет нам клиент сокет это выходной поток output мы хотим отдавать out здесь снова пользуемся оболочкой output stream writer out new output stream writer и сюда нам нужно повторюсь мы хотим реализовать веб серы веб серы они реализуют http протоколы должны реализовывать то есть нужно вот это вот дело каким-то образом отдавать здесь я буду отдавать рисунок так здесь два пробела два интера один интер на новую строку а второй мне нужно заголовки отделяются от тела обязательно пустой строкой так и здесь я сейчас формирую джейсон вручную допустим допустим ok так так и сейчас я качестве ответа отдам строку строку которая мне пришла которая мне пришла только я ее под условия поставлю если строка была очень большой то то я отдам too long если строка не очень большая то отдам самую я окей хорошо сделали да симулировали симулировали то что наш сервер умеет работать с http протоколом когда вы будете если будете реализовать реализовать лично свой сервер и веб сервер вам нужно будет вот все вот эти вот заголовки а их там очень большое количество будет рассмотреть ладно теперь мне нужно вот этот answer answer нужно записать мой поток ну и здесь out flush использую влогер чтобы проинформировать send message так закрываю мои потоки input close out close и закрываю вот этот клиентский сокет клиентский сокет хорошо дальше поехали осталось здесь только одно видео все это завернуть еще в цикл вайл поскольку вот эта часть программы она отработает один раз а я хочу чтобы вот этот мой поток он крутился бесконечно и готов был принимать и отдавать ответы смысл мне что это все дело один раз и вот здесь я еще воткну thread slip чтобы симулировать долгую работу ну давайте пока недолгую работу то очень выгодно будет наш сервер запускать в разных потоках вернее чтоб наш сервер мог работать в многопоточном режиме такс в респонд ну вроде все написал да теперь быстренько напишем наш клиента нашего клиента здесь мы используем обычный сокет там мы использовали сервер сокет здесь мы используем обычный сокет поскольку наш сокет наш клиент да он будет коннектиться соответственно ему нужен название куда коннектиться непосредственно и в какую квартиру непосредственно то есть в какой программе непосредственно вот тут и нам нужно указать порт хорошо дальше поехали в этом сокете так же как и у серверного сокета вернее этот сокет вот точно такой же вот точно такой же и в нем тоже есть вот этот нет 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 а вот только давайте здесь значит так здесь мы пишем сперва request то есть наш клиент хочет отдать то есть мы записываем выходящий поток наш запрос давайте отдадим видим да какие параметры байты мы работаем по ttcp ip а там все в байтах так так ну давайте я welcome to the jungle welcome to the jungle и эту строчку мы переведем в байты так к нам придет теперь ответ ответ response давайте обработаем его давайте его обработаем здесь я включу более удобные обвертки буфер визит включу да не очень это обычно ой приятно вот так вот делать тройные обвертки но просто одна обвертка улучшает другую обвертку ой улучшает то вокруг чего она обвернута то есть вот эти output стримы они работают не по вот эти первоначальные они работают именно вот с байтами а мы хотели бы работать со строками ну и теперь бф вот наши строки и воспользуемся ландой чтобы просто красиво это дело вывести ну и теперь нужно закрыть все а нужно еще сокет закрыть все все готово давайте запускать и смотреть то что у нас есть то что у нас есть все сперва нам нужно поднять сервер поднимем наш сервер 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 как долго у меня идея тут работает и так запустили 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 вот мы и 5 потоков все запустились то есть сервер мой стартовал да здесь не очень классно логирование но говорю привыкайте к логированию сразу просто все логируйте все возможно все возможно и такс теперь давайте сделаем запрос нет ответа нет ответа почему нет он же мне отвечает а почему он ничего не возвращает ладно я знаю чем конечно может быть прикол как и а вот здесь вот и 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 так ладно возможно возможно в одессе мне нужно поставить этот то есть программа слишком быстро обрабатывать отрабатывать что не успевает в потоке записаться все все что нужно то есть запрос не приходит а вот теперь пришел вот мой запрос то есть вот то что послал браузер ко мне то что послал браузер ко мне то есть и вот это все дело партится то есть любой веб сервер должен уметь распарсить вот этот текст и не только этот текст здесь еще другие заголовки ведь возможны и другие другие типы запросов 10 лет она нужны нужно еще дали и ты так далее и вот мой ответ в виде джейсона то есть браузер меня понял то есть вот этого туда головку он понял давайте теперь клиента запустим нашего ну собственно вот видеть то же самое строка вернулась вернулась строка мой сервер продолжает работать поскольку он у меня бесконечном режиме работает и работает одновременно несколько воркеров давайте я здесь чтобы явно продемонстрировать что несколько воркеров увеличу время и сделаю два запроса одновременно так вот 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 Я пытаюсь главный класс запустить у клиентской программы. Вот мы ждем 10 секунд, и они должны примерно в одно время отработать, потому что у меня несколько воркеров. Ну вот. Так и есть. Вот наш многопоточный режим. На этом все. See you next time.